Всем привет! Меня зовут Наталья Савицкая. Я не только ведущая НТ, я еще и мама Наташа. Причем мама сразу три раза. Так, секунду. Нет времени подробно объяснять. Вступила в задание от редакции рассказать, как я при этом умудряюсь оставаться активной и успешной. Так что поехали. Еще лучше побежать. Наталья Савицкая. Ведущая и корреспондент Новгородского областного телевидения. Каждая из трех дочерей была вместе с мамой в телевизоре. И тогда, когда никто еще не догадывался об интересном положении. Например, здесь. И тогда, когда необходимость уйти в декрет была совсем очевидна. Так что прощаюсь с телезрителями на более долгий срок. Хороших всем новостей. И до встречи в эфире. Младшая дочь Юлиана, правда, пошла дальше старших. Александра и Вероники. Добралась до первой кнопки. После того, как видео с нашей ведущей набрало полтора миллиона просмотров в интернете, Наталью Савицкую пригласили в Москву на программу «Видели видео», где она делилась со всей страной своими успехами. Сегодня мама Наташа поделится с вами некоторыми моментами своей многодетной жизни. Удаленка и три ребенка. Мам, где вы, шо ты? Удаленка и три ребенка. Мама, откройте мне военные. Удаленка и три ребенка. Мам, помоги мне сомнить. Мам, а я сама. Мама, собака с юной. Мама, у нас на ней я дивана один. Мама, Юля, шарик, лошадка. Пойдемте, мы лучше просто все показываем. Ну, конечно. Чем еще девочки могут заниматься, если мама сказала не шуметь? В отличие от других профессий, мамой по удаленке не поработаешь, и поэтому сейчас, когда дети не ходят в садики и школы, все на нас. Детское меню и развлечения. Бэйби-боны, бэйби-йога, бэйби-румы, какие-то там зумы. В каждой семье сейчас настоящие бэйби-бумы. Мы здесь просто выживаем. Вот примерно так же я бы, наверное, смеялась лет 10 назад, если бы мне сказали, что я буду многодетной мамой. У нас каждый день начинается примерно одинаково. Мы сейчас будем есть зубную пасту, будем делать макияж, обязательно будем танцевать, потом посмотрим летная, там, нелетная сегодня погода. В общем, планов у нас громадил. Танцы тоже ежедневный ритуал. В нашей семье это первое лекарство от хандры. Заряжает наши батарейки на весь день. Ну, на полдня точно. Если не хватит, можно подзарядиться в любое время. В нашей семье все за любой кипиш, кроме голодовки. Однозначно, у нас набеги на холодильник могут происходить в любое время дня и суток. Причем самый главный нападающий у нас Вероника. Смотри. Зачем тебе открывать эту баночку? Не хотела. Вероника? Да. А почему ты вот это вот ешь сама, а все остальное тебе нужно с ложечки в рот запихивать? Потому что это вкусняшка. Не скажу, что мы всегда придерживаемся строгого распорядка дня, но психологи говорят, что именно сейчас особенно важно стараться не раскисать и соблюдать режим. А что вы делаете, Вероника, в садике после того, как позавтракаете? Идем на прогулку. Правильно. Вот и мы. Если хорошая погода, идем на прогулку. И что если не попала? Нам очень повезло, что мы сейчас в гостях у бабушки с дедушкой. У нас есть возможность гулять вот только на балконе. Ну а здесь на приусадебном участке найти развлечение детям вообще проще простого. Вот мы уже сварили кашки-малашки, построили домик из кусочка. Сейчас поглядимся в домик, и в итоге никого домой будет просто не загнать. На улице мы и рисуем, и строим, и снова танцуем, а Сашка вообще акробатически пируэты оттачивает. На самоизоляции каждый день проходит как день сурка, поэтому я советую вам найти что-то, чем можно разнообразить серые будни. Мы вот для себя, например, открыли челленджи. Любим дурачиться. Не обязательно же потом выкладывать все эти глупости в сеть. А вот весело провести время вполне подходит. У нас, скажу вам по секрету, есть даже фотки, где мы одеваемся в подушки. Но мы вам их, конечно, не покажем. Покажем кое-что другое. А, ладно, покажем вам наш подушка-челлендж. Еще мода-челлендж и холодильник-челлендж. Вообще у нас новый проект каждый день. Какие-то идеи подкидывает интернет, какие-то задания прилетают от педагогов. Совмещать заботу о семье с работой всегда непросто. И у каждой мамы есть свои методы, чем ненадолго можно отвлечь ребенка. У нас, например, есть вот такая волшебная коробка. Юля, смотри, здесь вот есть всякие вещи, которые ей в обычное время. Ей строго-настрого нельзя, но вдруг наступает экстренная ситуация и становится можно. И я скажу по секрету, я настолько отчаянная мама, что я могу позволить ей еще минут 20 измазывать себя и все вокруг йогуртом. Если мне нужны эти 20 минут, я разрешу ей это делать. Лучше потом потрачу это же время на то, чтобы все вокруг убрать. Я планирую регулярно знакомиться с другими активными мамами и выяснять, как у них получается совмещать работу и карнавал памперсов, раскрасок, ущербников и родительских собраний. Если интересно, присоединяйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова